Всем привет! Вы слушаете очередной тринадцатый выпуск КСД Каста. С вами, как обычно, я, КСДаймон. И сегодня у меня в гостях Михаил Лобанов, руководитель группы FrontEnd в онлайн кинотеатре Айо. Миш, привет! Привет! Ну, мы сегодня хотим поговорить, я знаю, так сказать, вот после твоего доклада на Moscow.js про, значит, Smart TV и о том, как там всё устроено, да, вот основная наша тема. Но давай начнём, наверное, как обычно, издалека. Может быть, я чуть поподробнее про себя чуть расскажешь, как ты вообще попал в IT, как давно занимаешься и чем? Ну, в IT я давно, получается, лет двадцать, а нормально, так уже пятнадцать, если серьёзно. То есть, начиная со спектру мостаршего брата до купленных на лаучеры компьютеров, кто помнит, что это такое, ну, кто старше тридцати, тот помнит. Ну, то есть, компьютерами с всякого самого детства и семья инженеров, понятное дело, одеваться было некогда в этом IT. Ну, по-моему, некоторое время думал, что я дизайнер, но потом залезался с этим делом и последние лет пять вплотную уже занимаюсь веб-разработкой в основном. А чем поподробнее вебе ты, то есть, с чего, так сказать, ну, там сайты, наверное, как обычно, да, вначале, как ты попал вот в Smart TV, то есть, вот приложения такие, скажем, специализированные для таких устройств? Ну, началось, как всё, с сайтов, со своих страничек, потом по работе в одном заведении пришлось, как всегда, поддерживать сайт, довольно частая история, захотелось узнать поподробнее. Ну, и как-то PHP, вот это всё там, потом немножко JavaScript начал появляться, ну, и потом мне стало понятно, что мне интереснее вот интерактивная часть, с которой больше пользователи общаются, то есть, фронт-эндовая. Ну, и как-то вот область перешёл, начал уже более серьёзно интересоваться, уже потом начал читать книжки, в которых находил то, что я уже сам выяснил, но только там уже как более правильно всё это написано, то есть, в основном всё своими силами. Вот, да, у меня никакого такого нет специализированного, вот. Ну, и как попал в кино? Ну, я вообще работал уже фронт-энд-разработчиком некоторое время, тоже ведущим другой компании, и меня позвали в нашу компанию, где я сейчас работаю, попытаться ещё раз запустить онлайн-сервис продажи контента, в данном случае кино. Но и мне показалось это интересным, то и вообще, ну, перспективным, поэтому я согласился, компания интересная. Ну, и не жалею, до сих пор интересно, насколько я почти три года уже в этой среде работаю. — Ясно, ну, хорошо, давай немножко окунемся вообще в историю, как вообще всё это зарождалось. Я просто там сам тоже немножко с этой областью знаком, в плане, что у меня были некогда, уже достаточно давно был проектик тоже, когда надо было сделать приложение такое веб для приставки. Тогда ещё в телевизорах ничего этого не было, да, непосредственно в самих телевизорах, и были вот эти отдельные, ты, наверное, тоже помнишь в те времена, там, как они сейчас называли, как сейчас помню, СТБ, СТОП-боксы, да, всякие, вот, там, СТРИМ-ТВ и вот, и же с ними, вот, и, соответственно, тоже для них писал, вот. Но тогда это, конечно, была адская боль, потому что несчастная эта, там, СТБшка, на ней сначала крутился вообще браузер, антфреска, это просто некое недоразумение даже, я не знаю, что браузером это назвать очень сложно, вот. И потом появилась, там, первая опера какая-то, там, мохнатая, в которой хоть какое-то было, там, getElementById, знаешь, что-то такое, вот, то есть, где уже как-то можно было что-то делать, вот. Ты, может быть, чуть поподробнее тоже что-то там вспомнишь, расскажешь. Ну, у меня так получилось, что я здесь приставок так сильно не застал, я сразу пошел на телевизор, но про телевизор могу рассказать, начиная года с 2010-го, то есть, сам СМАРТ-ТВ на телевизорах, про СМАРТ-ТВ могу рассказать, про СТОП-боксы мало общался. Ну, СТОП-боксы, да, в общем-то, так осветили, что были такие, вот, дальше, как все-то на телевизор попало. Да, у них была очень узкая просто ниша, потому что не каждый готов покупать дополнительные устройства, поэтому они, грубо говоря, они ушли в небытие, по большому счету. Ну, так, остались от мейджоров, от Амазона, от Эппла, естественно, остались эти приставки, это, по сути, продолжение этих СТОП-боксов. Ну, да. Далеко не на выпуске на век сейчас делается, ну, это непонятно. Вот, ну, СМАРТ-ТВ, где-то в 2000, если не ошибаюсь, в 2008 году Филипс засунул, наконец-то, в свои телевизоры оперу. К счастью, опера не какой-то там, ну, то есть, пресс-то. Ну, да, пресс-то, конечно. И начало работать. Единственная была проблема, тогда еще телевизоры были очень медленные, естественно, опять это у них не получилось, потому что, во-первых, не было угрожения, во-вторых, это все работало, ну, просто очень тормознуто. И люди просто, ну, не могли, ну, так кто-то, у кого была куча денег на СМАРТ-ТВ и телевизор по тем временам, так полазить, посмотреть, за что они заплатили. Ну, естественно, потом все закрывалось и смотрели обычное кабельное телевидение. Вот, и вот одна проблема была в самом начале, и сейчас она еще остается, а телевизоры очень медленные. По поводу контента и приложения, сейчас проблем нет, их очень много, но вот скорость остается таким. Слушай, ну, а что, неужели прямо это вот так сложно встроить туда какой-то час, он там, не знаю, Raspberry Pi, да, она в 10 раз мощнее, наверное, телевизоры, нет? Ну, я так понимаю, есть проблема, производители крупной испытовой техники, к какой им относятся наши серверные производители телевизоров, они очень такие инертные. Они не могут так просто взять и засунуть хороший чип в телевизор, у них там много причин для этого. Либо просто они не знают, что это можно, либо у них есть куча чипов, и просто им надо куда-то девать. У них так просто же огромный рынок. Ну да, 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 но такая инертность не только в направлении телевизоров, не знаю, в машинах, мне кажется, то же самое. Вот это самое, чем больше рынок, тем сложнее им его перестроить. И такие дела. Но так как они потом, у них началась серьезная конкуренция, основная конкуренция сейчас между корейцами, между Samsung и LG, или к счастью, не знаю, они потеряли свое первенство, несмотря на то, что они были первые. Microsoft тоже сделал первый планшет, но кто про него помнит после iPad? То есть, они были первыми, да, но у них не получилось. Вот эти два огромных монстра, Samsung и LG, они подхватили выпавший флаг, начали более-менее более быстрое железо использовать, и где-то к году, к 2012, уже стало так все юзабельно, можно уже пользоваться. С телевизоров начинают, получается, уже два года, полноценно. И каждый год они все лучше и лучше, и последний телевизор вообще хороший, уже практически без каких-то раздражений можно вполне пользоваться. То есть, такой простопер, как мистер 10, он ушел. Понятно. А, слушай, а какие же там сейчас современные движки, там что, V8 встраивают или, так сказать, чего-то? Да, у современных уже года два, как там, либо V8, либо Гризманки, либо, ну, такие вот современные. Ну, современные движки я к тому, что... Да, сам движок, как сказать, верстки-то, он остается у всех один и тот же, но сейчас их два. Опять-таки, Opera остается на Philips'е и WebKit на LG с Samsung'ом. Ну, в Philips все-таки штрепыхается, но так, их очень маленький рынок телевизоров остался. То есть, по сути, у нас на телевизорах теперь только WebKit больше нужно брать только стандартный рынок. И, ну, у них разные JavaScript-машины, но это не проблема сейчас, они стопроцентно совместимы, разница только в быстродействии. И она, мне сказали, что им значительные, у них все хорошо. Понятно. Слушай, ну, а вот опять-таки, это стандартная, наверное, проблема, там, курица и яйца, что называется, да, когда стали появляться вот эти первые такие Smart TV, ведь не было же никаких приложений, да, соответственно, которые бы поддерживались. То есть, в принципе, там, ну, можно было потратить бешеные бабки, купить этот, там, дорогущий Smart TV телевизор, а дальше, ну, куда? Ну, залезть на нем на какой-то обычный сайт, который будет 10, там, 100 лет грузиться, медленно работать, весь распадется, и в итоге ничего, никакого удовольствия не посмотришь. Когда вот вообще как-то, может быть, ты знаешь, стали появляться кто-то, как-то адаптироваться с сайта или вот как-то, ну, я думаю, это в первую очередь какие-то контент, большие такие ресурсы, да, с каким-то видеоконтентом, которым было бы, было интересно еще получить какой-то кусок аудитории, да, так сказать, вот на телевизорах. Ну, в самом деле, те люди, которые покупают телевизоры тогда все-таки святые, да, они, ни за них это направление не умерло и развивается. Ну, да, конечно. Потому что эти четыре телевизора, которые были тогда, вот, когда, ну, сайты до сих пор, насколько я знаю, сайты никто не смотрит на телевизоре, и по контенту выигрывают сейчас те, ну, кто правильно сообразил вовремя, что телевизор, это все-таки телевизор, на нем надо смотреть кино, в первую очередь, чем мы занимаемся, да, и не только мы, если не ошибаюсь, 4-5 конкурентов у нас есть сейчас на рынке, не будем о них особо разговаривать, но они есть. И игры. Как ни странно, всякие разные детские игры, ну, детям нравятся, детям же не важно, четвертая у тебя PlayStation или третья, ну, совсем детям. Ой, слушай, ты сказал про игры, ты знаешь, я вспомнил еще, когда я был там маленьким, да, была такая замечательная игра, Кузя, когда ты по телефону звонил и смотрел на телевизор, а там вот этот Кузя, там, да, цифры, они стрелочки, то есть, когда он там объехать, типа, на скейте. И мы всегда с ребятами очень смеялись, что как повезло тем, у кого телефон с этой, с крутилкой. С набором. А, крутил. Ну, да, первые игры, которые были, они вот что-то типа того, простенькие. Ну, вот, и, а последнее время появилось, на Самсунге последних годов, можно делать приложения прямо настоящие, практически нативные. Мы вот недавно играли Need for Speed, такое нормальное, знаешь, по графике, как, как, с чем сравнить, как PlayStation 2, наверное. Ну, как минимум, не хуже, там, первого, второго Need for Speed, соответственно, я так понимаю. Нет, всяком случае, да, то есть, ну, как современная такая приставка начального уровня, то есть, не NextGen, конечно. А это, собственно, какими технологиями, то есть, это тоже что-то на вебе, там, WebGL, либо же это что-то полунативное такое какое-то? Да, WebGL, WebGL поддерживается, но эти приложения, они сделаны нативно. Я сильно не копался, но они, то есть, они без веб-технологии же реализованы, то есть, на каком-то более низком уровне. То есть, это тоже возможно телевизор теперь. Понятно, слушай, ну, а расскажи немножко поподробнее, как, в принципе, то есть, что обычно, вот, так сказать, какой, ну, там, SDK, как, как, нет, давайте начнем с того, что в телеке, это что, это, в принципе, там, платформа, там, это, вероятнее всего, Linux некий, да, некий Linux. Да, Linux. На котором, там, поверх крутится, во-первых, какой-то, там, слой низкого уровня, если ты говоришь, что можно запускать вот такие, там, нативные приложения. Плюс, соответственно, есть, там, ну, браузер, либо какой-то, там, движок, да, который, соответственно, тоже, у него есть некий интерфейс, дополненный, там, пультом управления, ну, в смысле, некими, там, API для взаимодействия, непосредственно, там, с пультом или еще с чем-то. И, соответственно, значит, у всех производителей есть некие, там, SDK, да, которые, кстати, они, там, публикуют, с помощью которых можно как-то разрабатывать и дальше, там, публиковать. Вот расскажи, как, в принципе, устроен весь процесс разработки какого-то, там, приложения, вот, там, начало, там, получения SDK и заканчивая публикацией. Потому что я так понимаю, что просто так ты в телевизор, там, ничего публиковать не можешь. Есть какие-то, у каждого, там, производителя, либо, может быть, у нескольких какая-то в коллиции есть свои, там, некие сторы такие, как а-ля, там, Google Store, там, не знаю, Play Store, Apple Store, да, куда ты публикуешь, и в дальнейшем оно становится доступно уже, там, телевизорам. Я правильно понимаю? Да, правильно. Ну, смотри, во-первых, таковой SDK там не нужен, то есть, ничего особенного они не предоставляют, то есть, не как, там, Xbox, то, что тебе нужна девелоперская коробка или все это такое. Нет, там ничего такого не нужно. Простые приложения, если ты ничего не продаешь, ты можешь сам делать, тебе даже ничего толком не надо. Просто регистрируешься в одном из сторов их, и там тебе дальше расскажут, там все просто. Запускаешь приложение, оно появляется. Но если ты начинаешь что-то продавать, то там тебе нужно будет заключить всякие контракты и, там, доказать, что ты продаешь все это легально, и там уже, ну, там уже, такие, на бизнес-уровне такое общение. Это именно по бизнесу. Ну, а нам, технологам, это не так интересно. Ну, да. Обычные люди все это делают. Вот. Как это реализовывать? Ну, по сути, реализовывать, слушай, не сильно отличается от производства сайта обычно, потому что необычного там только плеер. Особенно, ну, то есть, даже если у тебя нет DRAM, то есть, защиты контента, то это даже плеер обычный, HTML5 плеер. Даже ничего нового не надо делать. Он работает у всех. Практически полностью реализован. Напи его. То есть, с ним все хорошо. Ну, если... Ну, главное, главное, H264 там, чтобы оно аппаратно декодировалось, да, так сказать, там, для контента, и все окей. Да. H264 и H264 декодируются все без проблем. С H264 все хорошо. То есть, так, это очень похоже на разработку сайта. Просто сайт у тебя одного размера. А так, пульт – это клавиатура, по сути. Тебе просто нужно определить, какие кнопки за что отвечают. Это все там, у них все есть, это документация. А указка иногда у некоторых телевизоров в последние годы появилась. Это мышь. То есть, все реализовано через стандартные веб-апи наши. И вся проблема, единственная проблема, самая сложная, с чем мы сталкиваемся, это проигрывание на DRM-защищенное видео. Потому что оно... Само по себе это довольно сложный процесс, проигрывание на DRM-защищенное видео. Это нужно идти на сервер, получать лицензию, потом это все... Опять в плеере должно получать какие-то куски информации с сервера, ее дешифровывать. Тут очень много мест, где может что-то сломаться. Даже то, что от нас уже не зависит. И вот эти места... Это вот единственная сложность, которая вообще там есть. А так, ничего сложного. Делаешь обычный сайт, ну и все. Подключаешь пульт, чтобы он тебе реагировал на K-Press, K-Up, K-Down. Ну и мышку, если хочешь. Ну, большинство современных производителей хотят, чтобы мышка поддерживалась. Ну, им так больше нравится. Они же делали, они хотят, чтобы пользователи могли и пользоваться. Ну, вот это, кстати говоря, тоже, знаешь, такой вопрос. Смотри, да, раньше там были просто пульты там с кнопками. Сейчас пошли, значит, ну и обычный K, да, там, то есть прямой видимости. Сейчас, значит, всякий Bluetooth, уже там маленький экранчик, тач-панели, сенсоры. Вот просто чего-то уже не приходит в голову. Вот, ну, не знаю, твое личное отношение вообще. Мне кажется, что вот пульт, нет ничего привычнее обычного кнопочного пульта. Потому что вот эти тактильные ощущения, когда ты просто там переключишь зад-вперед, ты в темноте, там, не знаю, лежа на диване, там, с полузакрытыми глазами, найдешь эту кнопку выключения или, не знаю, там, пролистывания вперед, громкости. А когда вот эти всякие сенсоры, какие-то штуки, они, мне кажется, ну, то есть телевизор – это немножко не то устройство. Или вот как ты считаешь? Ну, расскажу, вот, свои ощущения. Они могут быть не вполне, как это называется… Но они субъективные, понятно. Субъективные, да, потому что они субъективные, потому что я, кстати, олдскульный пользователь телевизоров, поэтому мне привычен, естественно, старый пульт. Он для меня самый простой, потому что у него простейший интерфейс – верх, низ, фриле, вправо – Enter. Ну да, да. То есть, если приложение под это заточено, то вообще никаких сложностей с этим не возникает. Потом на втором месте идет, как ни странно, это вот хорошие указки. В последнее время, последние два года они хорошие. То есть, они реально не тормозят, хорошо служат, они гироскопические. То есть, ты прям так вот видишь курсорчик, и это для пользователя интернета очень привычно. Увидел – нажал. Ну да. Это тоже хорошее. Был у Samsung очень неприятный пульт. Он такой был с тач-панелькой. И он был не мышка, что самое забавное. Он был тач-панелькой, но это была не мышь. Нельзя было по ней вот так вот двигать, как по ноутбуку, чтобы у тебя курсор ездил. Нет. У тебя была обычная рамка выделения, как будто это у тебя джойстик влево-вправо, вверх-вниз. И ты должен был такими свайпами туда-сюда двигать вверх-вниз, влево-вправо. Это превращалось в настоящий ад, если тебе нужно было ввести какой-нибудь номер телефона или текст. Потому что влево-вправо, на этом тачпаде нельзя. Интересно, они его сняли с производства. Они, видимо, поняли, что он не очень удобный. И у них сейчас появились довольно-таки хорошие, они их в смарт-контролах называют. Это такие беспроводные, получается, по радиоканалу они идут, пульты, которые работают как мышка гироскопически удобно. А насчет голосов и жестов. Мы пробовали, конечно же, на всех телевизорах, которые это поддерживают. Голос, пока еще голос все-таки распознается плохо. Даже тот же самый Google. Сегодня чувак как раз на работе. Искал что-то, говорил, окей, Google одно, а он совершенно другое находил. То есть, это все еще, окей, Google не до конца хорошо работает. А жесты, тут есть такая простая вещь, руки устают. Особенно, про голос сейчас еще расскажу, махать перед телевизором руками прикольно, да, первое время. Прикольно на вечеринке играть в этот V-Fit или там еще на машинке ездить. Это прикольно. Но постоянно этим пользоваться нет. Руки устают. Их постоянно держать на весу не то. То есть, ты тут расположился, положил, в одной руке у тебя бокал, в правой руке у тебя пульт лежит на подлокотнике, и ты спокойно переключаешься к пультом, что что хочешь. А с жестами такого, конечно, не получается. Притом, что они ошибаются, и тебе нужно, пока еще ошибаются, я не думаю, лет пять еще будут ошибаться. Тебе приходится напрягаться, делать правильные жесты. Не простые для тебя, очевидные, а правильные. Ну да, да, да. А по поводу звука, но тут сразу первый кейс. Ночь, тебе нужно убавить срочно звук, потому что, когда ты ему, телевизор, звук, тише, тише звук. То есть, ну, такие вещи... Он тебя не понял, скажите погромче, да? Тише, два часа ночи. Понимаю. Вот, типа того. То есть, это пока еще очень сыро, и это очень нравится разработчикам телевизоров, потому что они в это вкладывают бюджеты и все такое, и они на этом рекламируют. То есть, в магазинах им это выгодно показывать, потому что люди иногда все-таки покупаются. Но мы не инвестировали в это вообще, потому что пока это недоработано, и не стоит того. Ну, мне тоже кажется, что это интерфейсы, которые, да, но когда-нибудь, когда они будут действительно на таком уровне, что он тебя там будет понимать с полуслова, что ты как бы не сказал там, в какой интонации, с какой громкости, он все равно тебя правильно поймет, это одно. Ну, а вот сейчас, конечно, когда ты должен там правильно постановочно что-то говорить, это как-то очень сложно. Ну, это просто, ну, давай, договорим уже до этого. Единственное, что это помогает реально, когда ты все-таки запускаешь зачем-то браузер на телевизоре, и вводить на клавиатуре что-то иногда бывает сложнее, чем попытаться, чтобы он тебя все-таки распознал голосом. Это бывает, да, вот такой кейс использования есть. Ну, наверное, да, в каких-то вот там для поиска, я согласен, это очень удобно, но вот обычный, по самые там, да, 90% времени, наверное, ты за телевизором что делаешь? Ты там переключаешь канал, либо там нумерованно, либо, я не знаю, последовательно, и громкость меняешь. Вот, собственно, все, что тебе нужно, да, и вот это там следующий канал, следующий канал. Мне проще кнопку нажать там по-быстрому, то есть настолько как-то это. Ладно, понятненько. Ну, кстати говоря, тут еще такой вопрос, ты говоришь, там, разработка не отличается от обычного сайта, а вот смотри, вот у тебя там есть меню, да, если там на обычном браузере у тебя это ты там подвел мышку, да, и жмакнул, то здесь у тебя там, если у тебя нет курсора, там, с пульта вверх-вниз, ты, соответственно, должен, я так понимаю, ловить там фокус, да, там, перемещать его искусственно, там, CSS-ом как-то подсвечивать, то есть, ну, по сути, все заточено на обработку кей-пресса, ну, по большому счету. По большому счету, да, но Philips и другие тоже телевизоры, у них, они пытались и сами хитро это делать, они находили на странице все элементы, для которых, например, как это делал Philips, есть класс фокус или ковер, и пытался им автоматически, в зависимости от расположения, назначить какую-то навигацию, то есть, даже не написав ни строчки кода, можно было кнопкой импульта перемещаться по этим элементам, то есть, он как бы... А, ну, то есть, ты нажимаешь, условно говоря, вниз, и там, сам телевизор додумывает, что же ниже, и на какой элемент, условно говоря, следующий подсветить как-то. Да, да, и мы очень долго с этим боролись как-то отключить. Но он это делал не так, как нам было нужно. Ну да, я вот только хотел сказать, что да, он, конечно, за тебя подумает, но, вероятнее всего, ты как разработчик захочешь, чтобы это было так, как нужно тебе, а не как там телек придумал. Да, ну да, надо смеяться с тем, что ховеров нет. И, ну, когда у тебя подключены вот эти смарт-контролы, которые как мышка, там, то есть, там уже ховеры, конечно, отрабатываются, обрабатываются, но как-то мы это сделали, я сейчас точно не скажу. Ну, как-то сделали унифицированно, что, как, навод курсора на какой-то элемент, грубо говоря, вызывает точно то же самое событие, что перевод на него курсором вот такими. Ну, понятно, ну, как бы некий фокус там получается. Ну, да, там, как-то мы просто решили сейчас, даже не скажу так, на память. Понятно. А расскажи, что еще дополнительного, помимо, ну, там, стандартного, ты говоришь, браузера, что там, чем он дополнен, какими вот API-ами он дополнен, которые специфичны, там, для телевизора? То есть, что это? Ну, в первую очередь, не у всех есть, но у многих это информация о железе. То есть, ты можешь получить, там, серийник. Ну, то есть, полную, там, модель, марку, там, не знаю, все такое, да, прошивку, я не знаю, если надо, еще что-то. Повезет, да. Ну, в последнее время почти у всех есть, а пару лет назад они об этом как-то не задумывались, и это была проблема. Прошивку, там, что еще? Ну, такие хардбан ориентированные. Объем свободной памяти, некоторые говорят, но очень редко. Ну, это, во-первых, ну, потом, естественно, плеер. DRAM, не HTML5, а DRAM, не плеер. И он, я так понимаю, тоже не утифицирован, а там, у каждого производителя свой, да, и, соответственно, со своим API, которому, там, приходилось, там, затачивать, там, с некой обертку. Ну, они пытались объединиться. У Philips и Samsung Sharp, то, чтобы я не ошибаюсь, они чем-то похожи, но не 100% совместимы, но чем-то похожи. А у Samsung вообще свой, полностью они совместимы ни с чем, ни по подходам, ни по чему API для этого. То есть, у них вообще все свое, то есть, абсолютно несовместимы. Чего хотел сказать? Это по поводу плеера DRAM. А, еще у них, фактически у всех есть, опять возвращаемся к hardware, состояние сети, потому что это же для телевизора важно, он же сетевой. Чтобы сказать пользователю, что у тебя сеть отключилась, то есть, это для нас такая, ну, для веб-разработчиков непривычная API, а привычная для всех остальных разработчиков, потому что сеть пропала. А для нас это непривычно, то есть, в эти события сеть пропала, сеть появилась, сеть тормозит, у них есть. Это тоже нужно слушать и показывать. Но оно не, так сказать, не стандартным привычным, то, что сейчас там в рамках современных спецификаций, да, вебовские, это какие-то отдельные API, которые именно вот там, ну... Каждый производитель своя. Проприитарный, скажем так. Поприитарный, да. Понятненько. А, соответственно, ну, в современных телевизорах, я так понимаю, вот еще там всякие камеры уже появились, это можно через стандартные средства, там всякие где-то юзер-медиа или тоже какие-то специфичные API есть, соответственно, у всех свои. Пока они еще специфичные. Пока еще специфичные, то есть они еще не заточили, чтобы это стандартно. Они тоже доступны, да, но они не стандартизированы. Понятно. Ну, а расскажи вот про такую замечательную вещь, вопрос точнее такой, очень веселый, это отладка. Если там, когда браузер у тебя десктопный, тут в плане отладки, ну, по крайней мере, последнее время эта область развивается семимильными шагами, куча девелопер-стул, всякие инспекторы, консоли, что хочешь, пожалуйста, запускай, отлаживайся там как угодно. Как быть с телевизорами? То есть понятно, что первичная отладка, она идет, по сути, на десктопе, поскольку это там браузер, да, а-ля. Но ведь наверняка, конечно же, есть специфичные вещи, и приходится проверять их на конечных устройствах. Вот как здесь обстоят дела? Дела обстоят не очень. Понятно. Во-первых, удаленные вот эти наши консоли, типа Dragonfly, Chrome, с квадратной консоли, они отличные, по умолчанию они не работают. В эмуляторах практически все производители предоставляют образ виртуал-бокса с эмулятором, с Linux. Там реализована у многих консоль, но она такая, она просто текстовая, там, естественно, нельзя пошариться по дому. Ну, хотя бы просто консоль хочет что-то выводить, ага. Лог, да, лог выводит. А на телевизорах приходится, а так как в эмуляторах не работает наш мой любимый DRM-плеер, он там, не знаю, то ли они его не реализовывают, чтобы нельзя было реверс-инженерить его через Linux, не знаю. Короче, он не работает ни на одном из, защищенное видео ни на одном из эмуляторов не работает. Думаю, специально, потому что за столько лет можно было сделать, это не проблема. Вот, и поэтому приходится реализовывать свои консоли, которые либо выводят это что-то куда-то на экран, либо куда-то в сеть. Ну, куда-то отправляют там что-то, да. Ну, и наш друг сейчас, у вас первая такая, первый помощник, нам нужно выяснить, что, собственно, происходит, это в Airshark. Так, подключаемся через какой-нибудь расшаренный Wi-Fi и смотрим, куда он лезет, что происходит. Потому что это, в основном, первое, так сказать, выяснить, что, собственно, такое. С сервером он что-то не получил или запросы не идут, или с CDN плохо идет видео. То есть, это все приходится в основном снифать. Ну, да, но сниф, я понимаю, со снифом-то немножко тут все, скажем так, прозрачнее, потому что ты действительно его ставишь в разрез и видишь просто весь поток данных, там, не знаете, CP-дамп, Airshark, неважно. Можешь понять хотя бы запросы, там, уходят, не уходят, какие ответы, но вот самая, так понимаю, большая проблема – это именно отладка какого-то там, но именно джава-скрипта, то есть, как бы клиентского кода, где-то что-то там, не знаю, там, где-нибудь какая-нибудь переменная сбилась, там, она внутрь или undefined, вот это вот самые, так сказать, проблемы. Здесь, собственно, только два варианта – это либо на экран что-то как-то выводить, да, там, либо, соответственно, отправлять куда-то там в сеть. Только логами. Samsung в последнем году на последнем версии SDK реализовал такие как-то хромо-хромо, то есть, на обе ноги хромает, хыльно, но реализовал удаленную консоль, мне не удалось ее заставить работать пока, мне не особо было надо, но я там попробовал полдня, так не удалось мне заставить заработать, но они обещают, что можно вот уже удаленную консоль с дебаггером совсем таким, то есть, вот в сторону движется, наконец-то они понимают необходимость этого, потому что сложность положения растет, девелоперы вводят, а им, чем лучше качество продукта, им же лучше, потому что они же показывают это на самом телевизоре, в основном пользователи видят же Samsung, собственно, Samsung и винят во всем, как ни странно. Там LG на телевизоре написано или Philips. То есть, в эту сторону направление работа ведется, но она пока еще в очень зачастом состоянии, к сожалению. Понятно, но как минимум, то есть, все-таки производители поняли, что надо хоть что-то предоставлять, какие-то интервьюные инструменты, чтобы в конечном итоге это инвестиции выжать, так сказать, доходы в дальнейшем будущем. Понятно, хорошо, ну, с этим ясно. А вот еще, соответственно, такой вопросик тоже, насколько сильна фрагментация в плане телевизоров, ну, то есть, там, если проводить аналогию с телефонами, да, там, когда у тебя куча разных разрешений, размеров, еще что-то, ведь, я понимаю, телевизоры тоже, они разного размера, соответственно, ну, там, если он Full HD, там 1920 на 1200, окей, но ведь, может быть, здесь тоже какая-то есть, вот расскажи, как здесь обстоят дела в плане. Да, есть небольшая фрагментация, мы, кстати, как раз недавно сталкивались, в основном, подавляющее большинство телевизоров, они, которые со Smart TV поддерживают разрешение 720p, то есть, 1080p 720p, то есть, Full HD, ну, как Full HD называется. Ну, да. В терминологии. И оно работает везде, оно слегка растягивается на других телевизорах, ну, ничего страшного, оно, как бы, ну, не так, не пиксель в пиксель, конечно, на Full HD телевизорах, которых большинство сейчас, но это терпимо. Они поддерживают, телевизор, который матрицы поддерживает, Full HD, они поддерживают Full HD разрешение, да, мы это даже сделали, сделали такую штуку, масштабируемое приложение, чтобы она нормально масштабировалась, и там, и там, чтобы работало, но мы столкнулись с такой проблемой, что такое приложение, например, на самсунговских телевизорах, которые меньше разрешения, оно просто не запускается, то есть, оно не показывает кусочек экрана, оно не сжимает его меньше, оно просто не запускается. Вот. Такая проблема. И потом, то есть, по поводу фрагментации, и вылезла потом другая проблема. Официально Full HD разрешение приложений на, опять, ну, извини, потому что опять про Самсунг, просто с ним больше всего, их больше всего, во-первых, продается, и больше всего с ним всяких разных вариантов интересных происходит. Ну да, хорошо, назовем это так. Это не реклама, это что, просто, ну, их реально сайт самый большой по продаже телевизора, и у них больше всего странности. Вот. У них в Full HD телевизорах официально не поддерживается Full HD разрешение для приложений. Видео играется, да, в Full HD, окей, оно в отдельном слое, как бы, а для приложения официально не поддерживается. Но его можно включить, и все хорошо, пока ты не подключаешь этот смарт-пульт. Смарт-пульт ведет себя очень интересно. Он доходит по горизонтали до отметки 1280, и дальше перестает просто передавать координаты. Курсорчик двигается, а координаты в браузер не передаются. То есть, у тебя ни фокусы не работают, ничего. Ну, как будто бы ничего не шевелится, вообще ничего нет. Вот он уперся в край браузера, да. Класс. Вот, то есть, официально не поддерживает, нам пришлось откатиться. И даже на 4К-телевизорах официально поддерживается Full HD разрешение. То есть, я тебя не удивил, да, не 4К, а Full HD разрешение для... Не, я внимательно слушаю, думаю, может быть, я просто что-то там... Да, Full HD, то есть, в 4 раза меньше, чем он может. Ага. Пока для, как сказать, для приложений. Это уже официально, наконец-то, поддерживается. Но, к сожалению, у Samsung нельзя деплоить одновременно две разные версии на Full HD одну, а на не Full HD другую. Пока еще нельзя. То есть, нам, к сожалению, пришлось откатиться до 720p, даже на Full HD телевизорах. Это вот из-за той проблемы с мышкой. И это вот проблема некоторых вендоров. Они делают разные телевизоры, но в отличие, например, от какого-нибудь там Google Store, я не знаю, как там это делать, ты же можешь на разные версии андроида разные версии деплоить, окей. Ну, а здесь вот они тоже, видимо, из-за того, что это только зарождается, и у них мало опыта, и вообще нельзя две разные версии приложения деплоить на разные модели телевизора. Точнее, можно, но они разделены. А если, так сказать, просто там, да, то есть, первый запрос, дальше ты грузишь какой-то маленький bootstrap, там, не знаю, проверяешь там хардваре размеры, дальше, зависит от этого, подгружаешь уже правильные там... Да, был бы это очень хорошо, хорошая идея, да, только у Samsung, у него задаётся настройки размера экрана в файле настроек, к сожалению. То есть, он при запуске приложения как бы разворачивает браузер на то, что у него указано в настройках. А уже после нельзя поменять его размер, к сожалению, в рандайме. Вот такие тонкости. Ну, а у LG и у Philips с этим проблем нет, они работают нормально. Ну, такие дела. Вот, что хотел сказать. А, там, раз уж я говорил про деплоить. Деплоить на разные модели можно, но беда в том, что они разделены по маркетинговым моделям, а не по функциональным. Они не по разрешения экрана разделены, а по каким-то там премиум линейкой, не премиум линейкой, ещё что-то такое. То есть, оно не помогает. Понятно. То есть, тут, грубо говоря, по сути, там, начинка-то у них у всех одна и та же. Ну, так, по большому счёту. Или там, у каких-то полостов, да. Но они именно искусственно на уровне маркетинга там где-то что-то зарезают, где-то какие-то фички, значит, добавляют, чтобы, в общем, делать себе там линейку вместо трёх, там, из десяти, соответственно, моделей. И для того. Ну, понятно, да. И тут, короче, на это заложиться особо нельзя. Кстати, что-то вспомнил вопросик такой. Скажи, а вот там всякие local storage. Значит, ну, какое-то хранилище информации именно на стороне телевизора, оно тоже есть, да, работает что-то там? Оно есть. К сожалению, на 12-х годах оно очень маленькое ограничено. То есть, туда мало получается хранить, буквально пару килограмм. А, то есть, даже не положенные там 5 мегабайт, да? Да, он начинает сыпать сообщениями. Это же код exited, вот это всё. То есть, ну, тут приходится просто отключать на старых моделях. Но мы можем, это мы можем просто контролировать, потому что мы видим, что это телевизор, мы внутри кода просто не используем для них хранилища. Используем постоянно, ну, без кэша. Ну, или хранилища для мелких параметров, там, session ID, ну, таких мелких. Ну, совсем понятно, буквально какие-то, да, а-ля кэш, а-ля, а-ля, там, куки, что-то такое, там, мелочи совсем. Да, такие вещи. А так они поддерживают, современные поддерживают довольно большой объём. Я даже вот у 13-14-х годов даже не сталкивался с... Я так, ну, не смог определить, какой у них максимальный объём. Видимо, он там довольно хорош. Мегабайт точно. Но, опять Samsung, хорошо, мы про него говорим. Он, local storage, у него живёт как session storage. При выключении телевизора он стирается. Вот, к счастью, у них есть обходной путь. Они позволяют сохранять файловую систему файлики. Это прикольно. Ну, то есть, дополнительный свой API, который ты можешь... Работает файловая система. Ты можешь сохранять файлы, читать файлы, дописывать файлы. Прикол в том, что хранилище файлов для всех положений одно. И доступ не разграничен между ними. В принципе, по идее, можно каким-нибудь своим конкурентом что-нибудь подпортить, например. Ну, понятно, да, прочитать чужие файлы, конечно, странно. Ну, когда на уровне файлов, понятно, что они, наверное, там, песочницу делать для каждого приложения как-то не будут. Ну, к счастью, главное, что есть хранилище файлов. Мы его используем как local storage. То есть, при каждой загрузке приложения просто оттуда подтягиваем. Всё. Ну, и сохраняем при каждом изменении. Понятно. Слушай, а вот ещё, соответственно, вопросы, там, не знаю, авторизации. Ну, то есть, когда у тебя приложение просто, там, публичный контент, окей, с ними всё ясно. А когда у тебя что-то, соответственно, там, какие-то подписки, да, ну вот, то есть, это просто обычный, там, логин, пароль, там, не знаю, HTTPS и всё. Либо же какие-то здесь тоже есть инструменты или какие-то другие несколько технологий используются. Нет, всё так же, как с обычными сайтами. Единственное, для DRM, для запроса лицензии, у разных телевизоров по-разному это происходит. Некоторые сами всё это делают, а у некоторых нужно получить сначала уникальный ключ, ну, с помощью встроенного API, отправить этот ключ на сервер лицензии и получить лицензию. То есть, вручную приходится. Это вот как авторизация получается. Но там дополнительно, раз мы говорим об этом, дополнительно необходимо ещё передавать как-то клиентский токен, чтобы именно этому клиенту только отдалась лицензия. То есть, там разделяется по устройствам ещё и по клиентам. Ну, это такая долгая тема, я долго можно обсуждать. То есть, специальных каких-то механизмов и, насколько я по ним помню, доступа к тому, каким пользователям залогинен пользователь в системе, вот, собственно, Smart TV в каждом, он же там тоже логинится. Это, насколько я знаю, нет. Я знаю, что есть система оплаты, но они как-то не сильно совместимы с российскими реалиями, поэтому их мало кто использует. Ну, то есть, обычно в плане каких-то вот таких там контента за денежку, что называется, проще зайти там с обычного десктопа где-то там себе закинуть, что-то платить, да, всё такое, а дальше уже там просто залогиниться с телевизора и успокоенно смотреть. То есть, именно вот там полноценный способ какой-нибудь там оплаты введить и что-то такое с телевизора, вот таких, кстати, вещей каких-то ничего нет на телевизоре, да? Встроенных, встроенных, я говорю, они есть у вендоров, они хотят их делать, но они не очень удобно сделаны и мало подходят, поэтому приходят реализовывать свои. А свои, это значит, в принципе, всё то же самое, оплата телефоном через агрегаторов, оплата пластиковой картой, то, что мы сделали, там, первое на телевизоре. Ну, то есть, это обычно, там, введите там номер карты, там, себе код, фамилия, имя, там, сумма, условно говоря, там. Это ввести от фамилии имени, чтобы меньше людям вводить. Так можно, да, если договориться с, ну, как сказать, с провайдером процессинга. И это всё работает, то есть, своими средствами. Как ни странно, ты говоришь про проще там залогиниться на сайте, это проще нам, продвинутым пользователям, а людям, которые покупают эти телевизоры, которые любят на них смотреть кино за вот эту небольшую денежку, им проще, которым проще сплатить, чем скачивать что-то куда-то. В торрентах им проще, проще им платить телефоном. Это вообще такой, как выяснилось сейчас, понятный такой кейс для людей. То есть, ты вводишь номер телефона, тебе хоть смс-ка, отвечаешь, всё. Деньги заплачены, всё нормально. И карточка, как ни странно. Карточка тоже уже, как сказать, польза популярностью. У нас было небольшие опасения о том, что, а что это, в телевизор вводить карточку, какой-то неизвестный сервис. Не, люди спокойно вводят карточку, покупают. То есть, они, как сказать, в этом плане, может быть, это и плохо, с какой стороны. А с какой стороны хорошо, люди спокойно платят своими карточками, в телевизорах уже никто ничего не боится. Ну да, мне кажется, что всё-таки в последнее время как-то народ понял, что вот этот безналичный расчёт через карточку, он вполне себе имеет право на жизнь, и им, в принципе, можно везде пользоваться нормально, и это как бы не страшно, там ещё что-то. Да, спорить и вернуть, в принципе. Так что это даже надёжно, чем телефон. С банками работать проще, чем с двумя операторами, людям. Ну да. Слушай, ну, приложения, да, ты говорил, вот ещё про игры, да, всякие более нативные, а вот что-то на вебе тоже какие-то... Какого рода, в принципе, вот приложения на телевизоре там, ну, могут быть востребованы и как-то действительно имеют право на жизнь, помимо вот таких контентных, именно, как ты правильно вырвелся, предназначенных для телевизора, там, просмотров, там, не знаю, мультиков, фильмов, всё что-то. Что-то вот есть другое, чем, может быть, ты знаешь, чем ещё люди пользуются на телевизорах какими-то другими, какого-то другого рода приложениями? Ну, максимум, что я знаю, люди пользуются, это иногда подключают какой-нибудь сервис с фотографией, чтобы фотки смотреть, показывать людям, ну, гостям. Ну, опять-таки, видео. А насчёт игр даже, ну, они там есть, да. Ну, я не встречал, что кто-то играл. Ну, может быть, кто-то играет. Ну, я бы не стал в это инвестировать пока. То, что есть всё-таки приставки, и там всё понятно, там, как сказать, пул игр, там, твои друзья играют, сейчас же всё онлайн. То есть, приставки всё-таки пока, приставки компьютеры пока побеждают. Тут какие-то простые игры, там, шариками цветными стрелять, там, карты, ну, такие, убить время. Ну, убить время, ну, да, тайм-килли, что называется. Ну, тут просевее. Понятно. Слушай, ну, здорово, а вот какие, как ты думаешь, куда вообще всё это направление развития движется, и что, так сказать, будет дальше? Что сейчас уже понятно, направления какие-то, развития ближайшие, или, может быть, вот как ты думаешь, что будет там спустя какое-то время? Ну, так прям предсказаниями-то тяжело заниматься. Ну, я понимаю, но просто мне интересно как раз-таки твое мнение услышать, поскольку ты в этой сфере, да, так сказать, варишься, да, и уже знаешь, что есть сейчас, понимаешь, может быть, какие-то ближайшие будущие, там, дальние. То есть, ну, можно и повантазировать, почему нет? Я могу своими словами, то есть, своими глазами сказать, что я вижу. Во-первых, они все ускоряются, работают гораздо быстрее и красивее, интерфейсы улучшаются, всё улучшается, всё становится лучше, быстрее. А это всё равно повышает большое количество пользователей, потому что никто не любит пользоваться тормозными ключными вещами. Ну, а хорошими всем нравится пользоваться. Вот, а по поводу технологий, веб развивается, но сейчас идут робкие, пока ещё робкие попытки протолкнуть туда какой-нибудь Android. Samsung уже проталкивает, LG проталкивает, LG вебос сейчас. То есть, там тоже какой-то такой, не совсем веб-технологии, больше что-то такое, вебос, если я не ошибаюсь. Ну, в смысле, они этим самым хотят как-то унифицировать платформу, да, то есть, как бы что, просто чтобы это позволило, сразу открыло там простор, да, для приложений, которые там сейчас уже есть на смартфонах, ещё где-то, то есть, вот цель, цель, вот это или что? Да, платформа, в планшетах, другие производители тоже пытались встроить Android, даже неадаптированные приложения, на них можно было запускать Android в кинетризерах. Но проблема в том, и я, почему я не верю, я лично, в универсальное приложение, потому что, мы про это уже полчаса говорим, поведение пользователя на телевизоре, оно очень сильно отличается. И нельзя сделать приложение, не адаптировав его под устройство, то есть, нельзя сделать телевизор с тем же приложением, что на планшете, потому что в телевизоре нельзя тыкать пальцем, таскать там что-то по нему, то есть, такие тач-движения, жесты делать, а это всё в приложении, естественно, в хорошее приложение всё это уже будет реализовано. А на телевизоре это будет как урезанный функционал. Ну да, да. То есть, прямой такой, они пытаются, я не знаю, что из этого получится. Почему развивается веб? Потому что очень много, это почему-то до сих пор считается, что это просто и всем доступно. То есть, реально, порог хождения очень низкий, конечно, в веб-разработке, все знают это. Ну да. Сделать хорошее, это уже нужно быть очень хорошим специалистом. Ну и это, так сказать, не знаю, будет ли в будущем, это всё на веб-технологиях, посмотрим. То, что веб-технология сейчас развивается тоже. Ну и семимильными шагами тут просто не успеваешь смотреть. Да, я вижу. Но это помогает, помогает больше приложений делать, всяких разных, потому что, я вот знаю, люди нанимают для производства каких-то приложений для смарт-тв, это сейчас становится модно. Вообще мало опытных людей, и они делают что-то, то есть, всё равно какое-то движение идёт. А так бы они никого не наняли, не пытались сделать в приложении. То есть, это всё-таки хорошо. И я надеюсь, что всё-таки останется на этой технологии, потому что так больше, как сказать, больше всякого разного там будет. Меньше знать, и меньше уметь надо, и больше хотеть. И это будет появляться на устройствах. То есть, фантазия, наверное, фантазия. А опыта серьёзно разработать нам нужно мало, поэтому, ну, низкие правоохождения. Это обусловило то, что смарт-тв не помер два года назад из-за того, что там был у нас смарт-тв, на мой взгляд. Ну, да, да, наверное, как-то так. А как ты думаешь, вот, кстати, с данным всем, там, идея, знаешь, когда у тебя несколько телевизоров, там, не знаю, в разных комнатах, чтобы они там начали общаться между собой, вот что-то такое, может это быть? Это можно делать уже сейчас. Это зависит от тебя, как ты реализуешь приложение, в принципе, почему бы не общаться с сокетами между ними, это не проблема. Это можно делать уже сейчас. Вопрос для чего и зачем, но идея вполне живая, вполне жизнеспособная, почему бы и нет. Ну, там сейчас же, знаешь, там, скайп, да, везде на телеках есть, да, тебе там скайп, конечно, между комнатами там не нужен, но, наверное, там какие-то даже, там, теоретические какие-то игры такие вот. А, в этом плане. Да, может быть, что-то такое. Ну, в основном, это подключено к сети, чем это отличается от обычных браузеров, нет, можно, почему нет. Именно в виду общается, можно было бы, так как телевизоров сейчас много, начать смотреть на одном, продолжить на другом, но это тоже зависит уже от реализации приложения, это можно сделать уже сейчас, главное захотеть. Ничего не останавливать технически. Ну, да, то есть инструмент, в принципе, для этого уже есть. Понятно. Слушай, ну, по-моему, довольно-таки неплохо мы так осутили вообще все положение дел в этой сфере, вот. Я думаю, что, наверное, на этом можно и, в принципе, поставить точку. Спасибо тебе, что пришел, было интересно, любопытно, слушатели, уважаемые наши подкаста, если у вас какие-то вдруг есть вопросы, пишите, задавайте там в комментариях, еще как-то. Я думаю, что Михаил, если что, если их наберется какое-то количество, не откажется нам в том, чтобы прийти и ответить, вот. Да не вопрос. Ну, тогда на этом, пожалуй, все. Еще раз спасибо, Миша, всем счастливо, до новых встреч. Спасибо тебе. Давай, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok